Приветствую вас! Я думаю, что сначала я отвечу вам на ваш вопрос, который вы задаёте. После я дам несколько комментариев уже по поводу того, что я увидел лично в вашем тексте. Значит, смотрите, если мужчина романтик, это отговоренно видно, если это прямо чувствуется, что человек романтик, то да, это действительно может речь идти о его числах. Это правда. Но если мужчина не сказать, что бы романтик такой, прям серьёзный романтик, да, если не сказать. То есть, если есть сомнения по поводу того, что он романтик, то в таком случае я бы сказал, что его чувства, они... В общем, под вопросом, вот. А его просьба, что бы вы почитали стихотворение, ну, значит только то, что значит. То есть, возможно, человек хочет просто, что бы вы, ну, что бы между вами было больше общего, например. Человек хочет, что бы, ну, что бы вас больше моментов связывало, например. Вот. Такая вот история. Я бы не рекомендовал, я бы категорически не рекомендовал воспринимать то, что он говорит, как-то ещё, помимо того, что это означает. В противном случае вы придаёте излишнее количество контекста тому, что человек вам даёт. Вот. А это шревато тем, что вы можете испытать разочарование. Вот. Ну, вы можете испытать разочарование, если будете ожидать, например, чего-то, ну, чего-то большего от него, да. А этого большего, например, не случится. Допустим. Вот. И в итоге вы испытаете разочарование. Вот. Поэтому, на мой взгляд, таких историй желательно избегать. Не одни отношения разрушились из-за подобных домыслов. К сожалению, вот, по-другому это, я боюсь, никак не назвать. Это именно вот, что домыслы определённые. Вот. А дальше, значит, что хочется сказать ещё, ещё. Значит, в первую очередь, наверное, хочется заметить, что мужчина очень у вас такой неуверенный в себе. Ну, вот, мужчина очень мнительный. Вот. Возможно, спривочный даже. Вот. Недостаточно активный. То есть, он вот вместо того, чтобы прямо говорить о своих чувствах, например, да. Использует такие вот косвенные проявления. То есть, человек боится близости. И вам необходимо учитывать, что подобная тенденция, подобное поведение в будущем сохранится, если не сказать, что станет этого всего больше. То есть, уже сейчас не мешает бы вам задать себе вопрос, а нужен ли мне такой мужчина, хочу ли я, чтобы рядом со мной был вот такой мужчина. Снимаете, какая штука? Потому что есть основания полагать, что человек, он, ну, в дальнейшем будет просто ещё больше усугублять своё такое поведение. Вот. И соответственно, вряд ли от этого вы станете, станете счастливее. Вот. Так же и вы мне представляетесь достаточно неуверенным в себе человеком. Так же и вы мне представляетесь человеком, который склонен к активности, слишком большой активности. Вот. Но мужчине, мужчине, иногда очень важно дать возможность проявить себя самостоятельно. Вот. что-то очень важно, чтобы вы его не, чтобы вы его не сдевали, чтобы вы позволяли ему себя проявить. Ибо в противном случае, если этого не произойдёт, то у мужчины закрепиться пассивная позиция, которая впоследствии опять же доставит хлебнуть горе и вас, и его. А я уверен, что вы этого не хотели бы. Вот. И совершенно точно, что счастливыми эта позиция никого не делает. Не, в общем-то, его, его тоже эта позиция счастливым не сделает. Вот. Но необходимо, необходимо этого избегать. То есть необходимо избегать того, чтобы брать какую-то вот чрезмерную инициативу на себя за, допустим, ну, за отношения, вот, необходимое, все-таки, как бы давать возможность человеку, ну, реализовывать свои импульсы, да, свои какие-то желания, активность там и так далее. Вот. А вам, в свою очередь, необходимо определиться с тем, насколько вы искренне в своей активности. Я имею в виду, насколько естественна ваша активность. Потому что, если она не совсем естественная, то ее следует снизить до комфорта. Все это, как бы, влияет, если вы следите за моей мысли и понимаете меня, все это влияет на то, как вы выстраиваете отношения. Вот. А еще у меня возникло такое ощущение, такое чувство, что вы спешите. То есть вы спешите, как бы, ну, развивать отношения. Я в этом, конечно, не уверен. Вот. Но у меня такое возникло чувство, что вы торопитесь несколько. Вот. Хотелось бы знать, так ли это? То есть действительно ли вы торопитесь? Если да, то почему вы торопитесь? Вследствие чего вы торопитесь? И какое значение для вас имеет отношение? Вот. Потому что торопиться при взаимодействии с людьми не стоит. Очень важно, вместе с тем, понять, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. То есть насколько вы, к примеру, близки к мужчине. Насколько, к примеру, между вами много общего. Вот. Есть ли между вами общего. Вот. То есть это, на мой взгляд, крайне важно. Крайне важно, на мой взгляд, это учитывать. Потому что, если между вами отношения столько, как мужчины, как мужчины и женщины, то это очень обедняет. Это очень обедняет отношения, в том числе и любые, любые отношения, это очень сильно обедняет. Вот. Обедняет именно в том, что ограничивает восприятие друг друга. И фундамент отношений получается очень хрупкий. Точнее, даже не хрупкий, а скорее такой узкий, маленький, маленький, ограниченный. И так надо. Может быть крепкий, но ограниченный. Это необходимо учитывать вам. И, соответственно, корректировать. Корректировать, если вы хотите, ну, ситуацию поменять и обратить. Себе на пользу. Вот. На мой взгляд, вот так вам можно обретить. Информации, конечно, вы предоставили немного. Вот. О себе. Но я надеюсь, что того, что я сказал, будет достаточно. Для того, чтобы вы несколько реалистично, я надеюсь, несколько по-другому посмотрели на то, что происходит у вас сейчас. Чтобы не идеализировались, чтобы не додумывались, чтобы искусственно не усложняли отношения. Вот. Своей. Это очень, очень всё. Ладно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok